Это интро про писосы и лайки. Ставишь лайк и выпишешь Годзилла. А сегодня я хотел бы сделать такой тестик. Значит, мы купили кейсы в одном ценовом диапазоне. Но сегодня их больше, чем обычно. Я купил 12 спектрумов, 6 хансманов и 6 винтеров. Хансманы и винтеры по 60 рублей и, соответственно, спектрумы по 100 практически, да? Это такие самые среднячок среди кейсов в стиме и, соответственно, там хорошие девайсы. Также для мини-крафта я прикупил минотавры лабиринты, чтобы выбить и карус, либо хронус. И все-таки пробовать делать дорогу к ВП Медузе. Ну и, соответственно, давайте смотреть, что у нас, ребята, получится. Начнем мы со спектрумов. Потому что, скажем так, спектрумы удивляют меня. Это, на самом деле, самый успешный для меня кейс во всю историю введения новых кейсов в Counter-Strike Global Offensive. Ребята, вы представляете? Это самый большой и успешный кейс для меня за всю историю. Так как я open-кейсером являюсь уже давно, скажем так, я открывал много новых коллекций. Но вот спектрумы давали больше всего всегда. Ну и, естественно, это, наверное, благодаря вашей поддержке, вашим лайкам, друзья. От лайков растут песосы, все это мы знаем, естественно. А у девушек душа становится шире, глубже и больше, естественно. Ну, то есть, душа прям, ух, такая. Ладно, поехали, ребята. Спектрум кейсы. Погнали, погнали, погнали. А на прошлом выпуске нам выпал вот этот вот удивительный, уникальный... Да, блядь! Это нормально вообще? Это нормально вообще? Вы это видите? Мне сразу выпадает тайная у Гейба. Гейб, ты чё, мой кореш теперь, что ли, блядь? Габен, чё творится-то? Габен, я не понимаю, ребята. Вы посмотрите на это. Ну, это, посмотрите. Ну, это же просто пизнец какой-то. Вы посмотрите на это. Вы посмотрите. Мне так и валится всякое говно отсюда, интересное. Спектрум кейс, ты чё меня так любишь-то? Ту-ту-тфу. Ну, любовь пусть будет наша крепче. Ребята, да, в прошлый раз нам выпал. Я уже выбил за этот, скажем так, год, да, три ножа у Габена. Ну, ещё на сайтах, естественно, ножи и прочее-прочее. Но там есть ножевые кейсы, как бы ты всегда выбьешь нож. Правда, какой хрен его знает. Ну, так вот, соответственно, три ножа уже у Гейба в этом году. Два из них из новых спектрумов. И это не может вообще меня не радовать, потому что, в принципе, явление такое неоднозначное и очень-очень редкое, что за такой короткий срок. Я надеюсь, что ножи будут продолжать валиться, потому что выбить нож в CSGO это очень-очень-очень такое явление, хорошее, скажем так, редкое и очень приятное. Поэтому я надеюсь на это. В Spectrum Case мне выдали все предметы, которые только в нём были. Очень много у меня неонуаров, как и сегодня, ребята. И, соответственно, я хотел бы продолжить повыбивать эти самые ножики, так как эти самые ножики являются крайне уникальными. В Spectrum Case, скажем так, лежат самые такие интересные ножи сейчас в Counter-Strike Global Offensive, потому что у них очень необычные и интересные паттерны к тем девайсам, на которых паттернов таких не было. И это не может не радовать, ребят. Поэтому Spectrum Case для меня до сих пор является чем-то особенным и хочется открывать. Но, естественно, нельзя забывать про другие кейсы, потому что в них может быть всякая вкусняшка, как нам выдался за 13 тысяч, за 15 тысяч, точнее, океанская пена, ребята. Из Bravo Case'ов тоже было на выпуске. Статтрек. Это было тоже большим удивлением для меня, на самом деле. Поэтому надо продолжать дрючить, поэтому надо продолжать отрабатывать их. И, как вы видите, Neo Noir сегодня сработал с первого кейса. Это просто, просто инсдец какой-то. Ладно, двигаемся дальше. Spectrum Case сегодня показал себя хорошо. Выпуск уже очень удачный, на самом деле. Для габена редкость эта большая, скажем так, но он все-таки старается выдавать предметики. Так, ладно, ладно, Neo Noir мы с вами поимели. Neo Noir мы с вами поимели. Теперь мы перейдем, наверное, к Huntsman Weapon Case. Да, Huntsman Weapon Case. Здесь мы можем выбить, ребята, Вулкан, либо Кайман. Если Вулкан упадет в статтрек вариации, это будет просто инсдец какая-бомба. Конечно, это большая редкость, но, тем не менее, пробовать надо. Рисковать нужно, как бы, по-другому габен предметы не отдает, к сожалению. Поэтому давайте смотреть, что у нас будет. Я чувствую, что сейчас будет сплошная синька, потому что, ну, невозможно вот так вот постоянно, понимаете. Всегда нужно, скажем так, иметь баланс у Гейба. Он просто так не отдает предметы, понимаете. Он все равно заберет у тебя. Он все равно, он пидор, потому что он все равно заберет, потому что знает, что ты будешь продолжать. Ты выбьешь у него красивый нож, ты захочешь еще один. Он тебе может дать еще один, как дал это мне. Но потом он все равно будет издеваться, издеваться над тобой и не давать ничего абсолютно. Ну, давайте проверим. У нас остается еще такое довольно большое количество кейсиков, которые хотелось бы реализовать. Как вы видите, смотрите, сплошная синька, ребята, падает. Вот с Хансман кейсов сейчас у нас падает сплошная синева. Это не то чтобы нехороший знак, это просто хуевый знак на самом деле. Потому что просто синькой завалить, это просто жесть. Такого я не ожидал. Ладно, давайте посмотрим на Винтеры. Давайте посмотрим на Винтеры, что есть в Винтерах. Здесь тоже интересный кейс за счет вот этой вот присосочки. Ну, давай, давай, Дагуардиана! Дагуардиана, докатись, нет, не докатывается, ребята. За счет М4А4 Азимов, которая может выпасть в статтрек вариации и стоить бешеных-бешеных бабок. Вот. За счет этого этот кейс для меня тоже является ценным и довольно интересным. Но поэтому они стоят по 60 рублей и так далее. То есть эти кейсы не дешевые. Потому что есть кейсы за рубль там и прочее-прочее. И неизвестно, что с них выпадет. А здесь можно все-таки урвать присоску по хорошей, по очень хорошей вкусной цене. И, соответственно, очень вкусно и хорошо ей насладиться. Ну, давай, давай, ну что-нибудь такое, ну пожалуйста. Ну, Винтер Оффенсив, ну давай, ну остается два ключа. Два ключа Винтер Оффенсив остается. Давай, два ключика. Два ключика, давай. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот так, вот так, вот так. Эх, какой же ты маленький негодяй, ребята. Да, видимо, сегодня решил, он такой подумал. Ёб твою мать. Что-то как-то слишком много, что-то как-то слишком много. Не буду больше отдавать. Да, ребята, сегодня много синьки. Есть тайные, конечно, но много синьки. Конечно, тайные это тоже большая редкость, на самом деле. Поэтому с тайным эта тема такая. Так, ладно, давайте вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем, записосим. Записосим, получим фиолочку. Сейчас будем применять лабиринт Минотавра. Надеюсь, мы применим его сочно и хорошо. Так, где у нас лабиринт? Я сейчас с лабиринта, наверное, начну. Так, так, так. Берем лабиринт Минотавра, который стоит 500 рублей за песоску. Ребята, представляете? 500 рублей за песоску. И выставляем. И выставляем вот так вот в три слота. Далее мы проставляем блупринты. Это у нас коллекция, соответственно, которая нам нужна. И, соответственно, проставим тоже из другой коллекции, из этой же коллекции, песосочки Песосочки, 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 вот так вот И будем надеяться на то, что нам все-таки прокнет что-то из этой коллекции нужной нам А нам падает Икарус Фэлл! Очень удачный крафт, невероятно удачный факторик Вертел я на чем-то его, ребята, посмотрите Мне очень повезло, мне очень повезло Падение Икара, мы делаем абсолютно плюсовый контракт Абсолютно плюсовый контракт, из говна считайте Это тоже не может не радовать, и того у нас Неонуар и абсолютно плюсовый контракт Давайте посмотрим, что мы можем сделать здесь, ребята Может быть нам здесь прокнет коллекция Браво Потому что песоски из коллекции Браво у нас есть, но! Есть одна проблемка, ребята, есть одна проблемка У меня здесь пинг-дидипаты, блин, остались И, к сожалению, не хватает песосочек, да? Да, видимо, не хватает песосочек И здесь у меня синечки тоже не хватит, чтобы реализовать их в какой-либо крафт, как я понимаю Потому что вот это и вот это, вот эта вот пушка стоит очень много денег Потому что это самая редкая, самая редкая змеиная кожа Ребята, из всех стоит она 2800, представляете, да? За вот это вот говно вонючее Вы представляете? Это же просто пипец, это просто пипец Эта пушка стоит тоже, если кто не знает Просто многие ребята мне задавали вопросы под прошлым выпуском Не под прошлым, а под прошлыми Почему вот эти песоски лежат? 5000 черный глянец, факторинью, очень редкий Естественно, редкий вот этот Но у меня все здесь дорогие пушки Как бы по факту Вот, например, 8292 за синьку, ребята То же самое и здесь Но вот эта пушка, к сожалению, подешевела немножечко Очень странно, конечно, но подешевела 3000 стоит Это, короче, дорогие песоски Значит, цены Ну, в принципе, у нас очень круто Мы сделали и Карус Фэл Мы сделали с вами на Эонуар Ладно, пойдем на сайт, подрючим там Очень хорошо, все, поехали Ну что, друзья, сегодня мы попадаем на forcedrop.net Где будем дергать дергалочку Ну, посмотрим, что получится На самом деле, в стиме продолжает нам вести Не знаю, с чем связано Поэтому хрен его знает, что будет дальше Но, тем не менее Мы скрафтили сегодня и Каруса Я чувствую, что даже придется, наверное, в крафт Медузки Вложить, ой, в крафт Посейдона Вложить и Каруса, на самом деле Было бы довольно Довольно тупо это делать Но, тем не менее, можно попробовать Не знаю, надо подумать, на самом деле Хочется скрафтить Медузку Хочется скрафтить и Драгонлор Хочется скрафтить много чего, ребята Но что-то Габен как-то очень странно Но хотя бы падение Икара с таким низким шансом, ребята Мы с вами сегодня получили Это довольно круто Давайте зайдем в Малыша Передернем Малыша Посмотрим, что у нас будет в Малыше Кому-то там ножик, я вижу, падает Говененький какой-то, да? Ну а так, в целом, дроп такой средний, нормальный Посмотрим, что будет Что будет дальше, ребята? Вот, хорошая писечка выпадает Ржавый кабальтик там Хорошая писечка выпадает Ну-ка Ну-ка, давай-ка мне Давай-ка мне Так, ну что-то мне, малыш мой, не выдает ни хрена Малыш мой мне не выдает ни хрена И это очень плохо Давайте попробуем акусики подергать Может быть, закаленочку выбьем Кому-то лорчик выпадает Эх, все-ка, блядь Где же мой эпичный дроп? Где же мой эпичный дроп? Дара-дара-дадан-дан Давай скорее мне эпичный дроп Давай, у меня полоса Ее нужно подтверждать Полосу мне, пожалуйста Да, ребята, довольно неплохо Довольно неплохо Ну, посмотрим, посмотрим, что будет дальше Хищники выпадают Цветы джунглей Спасибо большое Цвета джунглей, точнее Спасибо большое Но это не то, что я хотел бы Это не то, на что я рассчитываю Я рассчитываю Да какой-нибудь эпичный хабар Красная линия 413 рублей Вот этот я оставлю Красная линия 413 рублей Это я оставлю Давайте М4А4 чекнем теперь Давайте почекаем М4А4 Посмотрим, что лежит в ней Потому что М-очки тоже Это сочно и хорошо И нам падает зирка Зирка Это не тот дроп, который мне нужен Смотрим, что будет дальше Пока мы идем довольно так Хорошо в минус, ребята Но мне главное выбить Хотя бы одну песоску Которая покроет, скажем так Мои затраты И это не М4А4 Король драконов Который, в принципе, окупает кейс Но не окупает ни хрена, ребята Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Давай мне эпичную М-очку Либо эпичную АВП-шечку Либо что-нибудь Да что ж такое-то Ах, песчаная буря Так, ладно, отсюда тоже надо идти Ребята, здесь тоже не прет Давайте вот сюда попробуем Давайте вот сюда Там кому-то десерт Игл гипнотический Изумрудный дракон Вылетает Ёпта, маленький гандон Изумрудный дракон А нам выпадает Картисейра Розовая песоска 367 рублей Я ее тоже не буду брать Значит, мы идем в плюс пока Поэтому нужно Аккуратненько-аккуратненько Вскрывать красную линию Ух ты Забираю Вот это забираю Это очень хорошо У нас красная линия Акусик У нас красная линия АВАПка Сейчас будем собирать комплект Я чувствую Давайте еще раз в Шиморико И потом можно будет тайное Попробовать рискнуть открыть Посмотреть, что из этого выйдет Две хорошие песоски у нас есть Две хорошие песоски у нас есть И Сука, ну вот почему не графит? Три хорошие песоски есть Так, уже, уже лучше Уже лучше Давайте теперь двинемся вот сюда Попробуем сделать Вот таким вот образом Рискнем Говноножи кому-то выпали Не, ну в принципе Может быть паттерн хороший Это довольно хороший знак Но мне кажется Что они не очень хорошо будут выглядеть И нам падает аук хамелеон Замечательно Просто замечательно Великолепно рискнул Ладно, двигаемся дальше Три песосочки нормальные такие У нас с вами имеется Но надо чего-нибудь эпичного Надо чего-нибудь драпецкого Какого-нибудь супер эпичного Мега, мега крутого Давай нам мега крутой десерт игл какой-нибудь Ну, я бы был доволен пищалью Либо гипнотическим В принципе Золотой карп нахрен не нужен Мне нужно то, что я могу ввести в крафт И нам выпадает кровавая паутина 80 рублей Говно Еще разочек давайте попробуем Потом перейдем опять в розовое Посмотрим, что мы сможем из розового дернуть Может быть розовое нам Подсобит, скажем так И в розовом повезет Пиксельный камуфляж город Зря я рискнул, ох Но на то это и риски Зря я рискнул Отпрыл за 999 рублей Тайное, ребята Там еще ножи валятся В принципе В принципе Дроп такой средний Поэтому хрен его знает Хрен его знает Че мы сейчас выбьем Но мне хорошие песовские упали Но нужен эпик Где же эпик? Ну, давай Давай, ну покажи мне Ну, случайная засекреченная Ну, у меня на тебя надежда Ты понимаешь? Имперский дракон Ёб твою мать Что-то вот в засекреченном Вообще не прет Вот как ни крути А засекреченная Вообще ничего не дает Я видел, что изумрудный дракон Кому-то падал Поэтому, может быть Наизумрудим мы с вами Что-нибудь Камуфляж Нам выпадает Еще один камуфляж За 245 Давайте попробуем Еще браво открыть Наизумрудим Либо на океаним Либо на графитим Вот и вот Основная задача По сути Давайте на браво кейсе И останемся Попробуем рискнуть В нем и Да ёб твою мать Да что ж такое Да нет Кейс идет в целом В плюс Обратите внимание То есть там 149 я трачу Да 200 мне в плюс Ну там Плюс 100 рублей идет Но это не то Что мне нужно Мне нужно вот это Сука Ребята Это какой-то Чёрствый троллинг Понимаете Чёрствый Потому что Пацан надеется Как бы Пацан верит и ждет Ну вы посмотрите на это Еще Подожди Я чувствую Что изумрудные драконы Есть на боте Понимаете Изумрудные драконы Скорее всего Есть в хорошем количестве Они так много раз Мелькают Что просто До него Не хватает Чуть-чуть шанса Наверное Ощущение у меня Такое По крайней мере Как бы По всем Ощущениям Изумрудные драконы Есть При мне Его Выбили Они летают Часто Поэтому Пожалуйста Дайте мне Этого вонючего Изумрудного дракона За 77 рублей Песоска Начинаем Идти в минус Ребята Но мы бьемся Мы бьемся Как тигры Как тигры По тигриному Давай по тигриному По тигриному Отдрачивай писечку Давай И вот он Маленький Гондон Я же говорил Ребята Я же говорил Что я заберу Изумрудного дракона Давайте рискнем Еще здесь Потом откроем диглик Посмотрим Что там на диглике будет Просто Вы посмотрите На это Просто Есть Изумрудный дракон Сразу же Сказал что есть И он появляется Ребята У нас Так хорошо Давайте дигл Попробуем вздрючить Не Это конечно Очень хорошо На самом деле То что Это чувствовалось Сразу Потому что Изумрудные драконы Пролетали Просто В большом количестве Изумрудные драконы Летели Вылетали И выдрючивались Очень дико То есть И в ленте дропа Это было И мимо меня Пролетали И поэтому Скорее всего На изумрудный дракон И была цель Статтрек Десерт Игл Нага 108 рублей Жалко Жалко Ну давайте попробуем Еще Давайте попробуем Еще Отдиглиться Как говорится Посмотрим Что там в диглах У нас имеется Статтрек Десерт Игл Нага Почему не ржавый Кабальт Который пролетает Мимо Ребята Это очень странно Это реально Очень странно Но мы как бы Нормально все сделали У нас все хорошо В этом плане Конечно небольшой минус Но тем не менее Статт Десерт Игл Ночная буря Давайте еще попробуем Давайте еще попробуем Ребята Мы должны забрать Десерт Игл Какой нибудь Как это было сочно, как это Выглядело сочно, десерт игл Золотой карп, ребята Вы видели, да, как он сочно пролетает Постоянно, золотой карп вообще пролетает Постоянно, но там статтрек был Так, ну-ка, давай еще Давай еще попробуем Че-то мне не нравится, че-то мне не нравится десерт иглы Десерт иглы мне не отдаются ни коим образом. Они просто не падают. Они просто не падают, ребята, и я даже не знаю, что делать. 145 рублей. 145 рублей, 199 рублей. Давайте Глок попробуем выдернуть. Ну, Глок здесь только сумеречная галактика, в принципе, и градиент, который нормально так стоит. Вот ее бы, вот ее бы, пожалуйста. Ну не латуни, ну не латуни. Черт побери. Ну тоже в плюс небольшой 194 рубля. Давайте еще, браво. Раз там выпал Изумрудный Дракон. Давайте попробуем вскрыть браво. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Ну, 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 ну давай, браво! Угу, новобуря. Короче, кусок говна, ребята. Ну что мы с вами сегодня поимели? Набор красной линии, плюс вот это, плюс... Короче, забираем, ребята, и осматриваем в игре. Поехали. Ну что, друзья, а вот он и наш хабарчик с сайта, и вот он наш хабарчик в целом, ребята. Хабарчик в целом у нас очень смачный, большой, крупный, есть новый, ноа-нуар, нео-нуар, которых у меня уже, ёб твою мать, сколько. Но, соответственно, также мы скрафтили и Карус Фелл Факторинью, естественно, Редлайн Сет мы получили, да, вот такой вот Гипербист и Эмеральд Драгон. В целом, мне все очень сильно понравилось. Друзья, предлагайте ваши варианты крафтов и открытий на следующий выпуск, я почитаю и подумаю, что можно сделать интересного. Ну а с вами был Шаморо, я желаю вам удачи и всего хорошего. До новых встреч, увидимся!